Программа «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Андрей Вавилов. Андрей Николаевич, выдыхайте. Добрый день. Здравствуйте. Только что вошел в студию. Все хорошо, мы готовы. Ну что, Андрей Николаевич, возможно ли на фоне сложившейся в стране экономической ситуации появление в Кировской области новых организованных преступных групп, которые займутся переделом бизнеса? Это вопрос, цитата, с сайта «Бизнес-новости» в Кирове. Я все-таки буду оптимистом, я скажу, что обосновывать, если требуется. Требуется обосновывать. Я только скажу на заметочку, что на этот вопрос моих коллег, наших коллег с «Бизнес-новостей» отвечал глава управления ФСБ по Кировской области Сергей Мочулов. Он комментировал и сказал, что к бизнесу волноваться нечего, лихие 90-е не вернутся. А связано это было все с тем, что сейчас выходят на свободу те люди, которые были посажены по соответствующей статье в соответствующее время. Конечно, мы не можем с вами нести ответственность за всех людей, которые так или иначе в таких ситуациях были. Но то, что было в 90-х, был передел собственности. Было неэффективное государство, которое управляло собственностью. А сейчас эффективное государство? Сейчас-таки оно, государство своей собственностью управляет, как умеет. А есть бизнес, который достаточно эффективный, потому что неэффективный бизнес не может долго существовать, и он обанкрачивается. Поэтому ситуация совершенно другая. Государство сегодня бизнес не делит, не раздает, как была приватизация в 90-х. Поэтому, наверное, какие-то короткие проявления этого могут быть, но там, не знаю, может быть. То есть вы не видите прямо сейчас никаких вообще даже намеков или сравнимых ситуаций по переделу бизнеса? В том формате передела бизнеса быть не может. У нас, может быть, молодые люди, которым заняться нечем, которые могут выйти на большую дорогу гипотетически, и потому что они будут считать, что наказание отвратимо, не отвратимо, а отвратимо. То есть, возможно, что они не понесут за это наказание, и может быть что-то там. Вопрос мотивации, почему они это делают. То есть это достаточно значимая часть сегодня общества все-таки не совсем обеспечена тем уровнем жизни, который бы хотелось. Потому что мы пожили при дешевых кредитах, мы пожили при больших запросах, и вернуться в тот уровень жизни, который при увеличении долгов можно жить. Ну, то есть, понимаете, о чем вы говорите? То есть, если люди, мы жили в долг, сейчас нам и в долг никто не дает, потому что у банков другая ситуация. Правильно ли я вас поняла, что сейчас вы говорите, делить нечего, и государственное собственно сейчас таким образом вообще не раздается? Не под каким пределом? Государственное собственно не раздается, а бизнес, который существует, даже если ты его как бы у кого-то отберешь, в нем надо работать. Если ты в нем не будешь работать, ты не умеешь это делать. То есть, он просто через какое-то короткое время загнется и не будет тебе переносить доход. Но уж совсем там бизнес, который там рентный бизнес, все что, ну, сейчас есть у каждого службы безопасности, есть в любом случае какие-то правовые основы, вернее, не какие-то, а правовые основы защиты собственности, которые наработались, суды и другие инструменты. Вы как полномоченный по защите прав предпринимателей получаете сообщения о рейдерских захватах в нашей области? Ну, я получаю, но чаще обвиняют бывших силовиков, бывших муниципальных служащих. То есть, не братков из 90-х, а бывших силовиков муниципальных служб. Да, и когда начинаешь разбираться, кто-то у кого-то деньги занял, кто-то кому-то не отдал. Но один вот был силовиком, а другой был там муниципаликом. И поэтому тот силовик, значит, использует инструменты тех, которых и нет. И поэтому это чаще-то это... Мелкие такие разборки. Это разборки именно внутри корпоративные, я бы сказал. Уже внутри. То есть это... Потому что люди вместе не смогли работать. Если бы он работал отдельно, никого не занимал и не имел бы компаньонов, я думаю, такой бизнес сегодня, он имеет право быть. Либо это семейный, либо там уже первое поколение предпринимателей выросло, уже там следующее поколение сын или дочь там, или... То есть, ну, наверное... Ну, другое время сейчас, не 90-е. Хорошо. А существует ли сейчас такая вещь, какая была в 90-е, когда ОПГ, которые контролировали бизнес, брали, так сказать, десятину с бизнесменов? Бизнесменов платят сейчас ежемесячные откаты. Есть такие вещи? У меня такой информации нет. Но сегодня с бизнесменов много нечего взять. Мы на уровне одного-двух процентов рентабельности практически все живем, поэтому десятину, если ты отдашь, то ты уже на год всю свою прибыль отдал. То есть, ну, нет такой сегодня у бизнеса доходной, чтобы делиться. Да, Бог велел десятиной делиться, но ее просто сегодня нет. Так. Хорошо. В комментариях на бизнес-новостях, вот к этой заметке, некий АС говорит, не знаю, как в 90-е вернутся ли, а вот зарплата в конвертах и отпуск без сохранения точно вернется в больших объемах. Вы вот с этим утверждением согласны? От зарплаты в конвертах мы еще, на самом деле, не очень далеко ушли. Есть значимая часть бизнеса, которая платит официально на одну зарплату, выплачивает другую. Но мы уйдем, уйдем ли мы от нее быстро, не знаю. Но по выходному пособию, да, там что там еще, по увольнению второй выпуск? Отпуск без сохранения. Отпуск без сохранения? Ну, это увольнение получается. Нет, отпуск без зарплаты, за свой счет. Отпуск за свой счет. Ну, не знаю. Что вообще сейчас происходит с серыми зарплатами и с зарплатами, которые платят бизнесмены своим сотрудникам? Наблюдается ли снижение этих зарплат? Наблюдается снижение, конечно, наблюдается. А вот это, оно происходит в реалии, то есть белые зарплаты, или все-таки в тени уходит вот эта часть бизнеса, начисление зарплатных плат? У нас реальное ухудшение экономической ситуации в стране. Именно в связи с этим обсуждаем этот вопрос. У нас отсутствие оборотных средств у предприятий, потому что банки не кредитуют, и многие предприятия закредитовывают. У нас реальное снижение зарплаты. Я знаю одно официальное большое предприятие, которое 4 года назад платило 30 тысяч рублей зарплаты, сейчас 9 платит. Оно не может больше платить. Как могут работать люди, получавшие 30 тысяч, и за 9 тысяч управляют уже работой? Пытаются что-то другое найти, пытаются подработкой заниматься. А это не факт разве того, что серые зарплаты выплачивают? Не факт, я гарантирую, что это белое предприятие. Оно не может сегодня платить 30 тысяч рублей, оно может платить 9 рублей, потому что другой доходности нет. Рынки сузились, оборачиваемость упала. Ну и экономическая активность уменьшилась в стране, я бы, наверное, сказал, может и даже в разы, может в два раза. Поэтому это объективная совершенно информация о том, что зарплаты падают. Но только что мы привыкли, я уже омолвился о том, что мы привыкли к хорошему, и теперь жить чуть-чуть хуже, или не чуть хуже, а достаточно хуже, с меньшими доходами сложно, но что делать? Но народ, тем не менее, смиряется. Мы с вами после перерыва поговорим как раз о предложении Столыпинского клуба. Насколько я понимаю, к нему имеет отношение господин Титов, ваш непосредственный начальник, выполномоченный по делам бизнеса в Сея-Руси. После 30 минут, какая программа была предложена, я попрошу вас пояснить, как раз, видимо, выход из той ситуации экономической, которая сложилась. А сейчас, поскольку мы все-таки заговорили о различных наказаниях для бизнесменов или тех, кто контролировал раньше бизнесменов, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали высказывание Бориса Титова, которое считает недопустимым сажать в колонию по экономическим преступлениям, за экономические преступления. Кстати, говорят Дмитрия Медведев, Медведев, премьер-министр, тоже придерживается этой точки зрения. И вот коммерсант сообщает, что уже соответствующий пакет поправок к уголовному законодательству, запрещающих реальные сроки лишения свободы за экономические преступления, подготовленный и одобрен профильным комитетом Госдумы. Это что такое? Это такой маленький шажок или это прорыв? Об этом говорится с самого начала создания Института Уполномоченного. Человек, который совершил экономические преступления, не является угрозой для общества в плане насилия и так далее. Он не может сделать, что принесет какой-то ущерб. Он не опасен для общества в плане нахождения в этом обществе. Садить его в тюрьму никакой надобности нет. Тюрьма должна ограничивать свободу человека, который сидит только для того, чтобы он не дотянулся до другого гражданина. То есть это статьи, которые физически это не носили, еще какое-то и другое. Душевное может быть, конечно, насилие. Тем не менее, предприниматель, который оступился, он не является угрозой для общества. Его никакого смысла в клетку нет садить. А если он рецидивист и оступается регулярно, и это вообще его стиль жизни и деятельности? Ну, это может быть замена... Пусть платит. Сидеть не надо, пусть платит. Если не может платить, идет на какие-то исправительные работы, еще что-то. То есть вопрос, куда капитал дел, да, то есть там денег нет. То есть в случае принятия такого закона у нас больше не возникнет дел, как с Уржомским СВЗ, например. Ну, это само собой. Ожидается ли все-таки принятие Государственной Думы этого пакета, этих поправок законов? Ну, если люди такого уровня заявляют, то, наверное... Ну, у нас всякое бывает. Вы как считаете? Ну, у нас в стране всякое бывает. Мы считаем, что... У нас должен лучше, тем более даже и премьер-министр... Многие говорят, что премьер-министр мало что решает сейчас, извините, в стране. Давайте все-таки... И иногда даже говорят, что... И иногда даже говорят, что вот... Лучше бы и не высказывался премьер-министр, тогда скорее бы состоялось. Не, не будем. То, что требуется. Давайте мы будем обсуждать это. По крайней мере, мы не будем. То есть вы считаете, что поддержка... Поддержка Дмитрия Медведева этих поправок к закону, она такая серьезная и практически является гарантией его принятия? Нет, то есть вы считаете, что у нас премьер-министр несерьезно, я с вами тут не соглашусь, поэтому... Это не я считаю. Это так многие эксперты высказываются в эфирах, то есть ли наши радиостанции. Дело в том, что я еще будучи общественным руководителем общественной организации по России, у нас много-много было всяких совещаний, и Дмитрий Анатольевич и Медведев, и у нас все сутки пало. Те заявления, которые он делал на наших совещаниях, они всегда исполнялись. Что там, по крайней мере, его там, заявления о каникулах и так далее... Налоговых. Да. То есть, ведь вопрос только, когда мы в регионах ведем, а остальное, в общем-то, на федеральном-то уровне все нормативки появились. Поэтому не будем обсуждать премьеры, будем обсуждать, что как бизнесу меньше оступаться и как вместе с налоговыми органами заниматься профилактикой, заниматься не там, кто кого посадит, вернее, кто быстрее, значит, а именно понимать, где оптимизация законная, а где все-таки уже агрессивная. Возвращаясь к пакету поправок к уголовному законодательству, запрещающих реальные сроки лишения свободы за экономические преступления, все-таки у вас есть какая-то информация или предположение, когда он будет принят? Когда мы его ожидаем? Мы над этой проблемой работаем давно. Это сказано вами уже было, я услышала. Когда оно будет принято, зависит не только от нашей активной деятельности, но и от активной деятельности депутатов. Давайте обратимся к депутатам Государственной Думы, в том числе Кировской области. Пожалуйста, товарищи депутаты, примите активное участие в работе комитетов, кто куда входит, и примите, чем быстрее, тем лучше, этот закон или поправку для того, чтобы предприниматели не садили в тюрьму. А вы обращались к нашим депутатам Госдумы вы лично? Ну, у нас... Вот с этим вопросом, просьбой и пожеланием. Пока еще такого опыта не было, но и спасибо, что вот напомнили, что все-таки нужно его родиться и депутатам. Обязательно воспользуюсь вашим предпринимателем. Да, они же есть у нас в конце финансов, они же представляют интересы в том числе и бизнеса в нашем регионе. Да, иногда мы их встречаем случайно. Случайно? Ну, обычно случайно. Вот так, значит. Ну, другая тема, повышение налогов для торговых центров может быть ниже запланированного. Мы с вами эту тему вместе здесь развивали и всячески освещали, озвучивали. Усенка больше не был здесь? По этому вопросу применения нет. Может быть, было еще прикомнено. Но, тем не менее, вот эта новость от 14 октября. Во-первых, предполагается все-таки увеличить с одной тысячи до двух площадь торговых центров, по которым будет повышен налог. Во-вторых, ставку налога на имущество определить в 1%. Вот это то, за что вы бились вместе с господином Усенка? Или это все равно компромиссный вариант и он не до конца вас удовлетворяет? Это очень близко к нашему варианту. Очень. Уже очень близко. У нас же как... Давайте напомним только слушателям, что борьба за эти проценты ведется потому, что если введут высокую ставку, то и так пустующие наши торговые центры опустили окончательно. Так я правильно сформулировала? Пусть будет так. Хорошо. Пусть будет так. То есть налог на имущество это тот налог с кадастровой стоимости это дополнительный налог, который для каких-то... для бизнеса, который был на обычной схеме налогообложения, то для них он не новый. То есть это налог на имущество заменится который с недвижимости заменится этим налогом. Для малого бизнеса, который не платил налог имущества, потому что ОСН когда вводили ОСН сказали, что и ОСН тоже входит в налог на имущество, то для тех предпринимателей, у которых торговые центры и деловые центры находятся на ООШках, которые применяют ОСН, это для них налог дополнительный, который вводится. Поэтому мы очень много времени, в общем-то все лето на это практически истратили. Начиналось с 2% и с 1000 метров, но вот нашли все-таки компромиссы. И была прогрессивная шкала, то есть в 2016-й год был 1%, в 2017-й год 1,5%, и с 2017-го года предполагалось 2%, что было значит налог на имущество. Удалось найти компромиссное решение, которое однозначно нас радует, потому что это серьезный прорыв, конечно, он не идеален, лучше бы вообще ничего не платить. Нового, нового, не старого, а нового. То есть все-таки президент у нас говорит одно, а мы в своем регионе как всегда не успели, потому что другие регионы уже год назад ввели этот налог с кадастровой стоимости. Мы наоборот получили отдушину еще целый год не уплачивая его, не рассчитывая, но предпринимателем все-таки будет вопрос по кадастровой стоимости, думаю, что в первый год мы будем все вместе работать и для того, чтобы предприниматель все-таки начал платить действительно тот налог с кадастровой стоимости, который поселен и является рыночным. Рабочая группа проекта поправок в законодательство поддержала эту идею и направила заксобрание и направила губернатору предложение все-таки ввести те налоги, те ставки, которые мы сейчас обсуждали с вами. Сейчас это предложение губернатора, дальше как оно будет приниматься? Или не будет? Ну как, поправки за поправки будут голосовать на законодательство, наверное, еще перед следующим комитетом, перед следующим собранием будет комитет, еще раз на комитет занесут. Засчитание заксобрания будет на следующей неделе. Значит, вторник будет на комитете у Валерия Николаевича Турулова на экономическом, в среду будет на втором комитете по бюджету и там будут какие-то заключения даны в очередной раз и уже на собрании будут как поправки к первому чтению. А губернатор белых у которых сейчас находится это предложение на рассмотрение, он когда озвучит свою позицию? Ну, я пока не контролировал, но если надо, я доложу. Это интересно. Можно, чтобы совершенно спросить Алексея Александровича, что он курирующий зам по вот этим вопросам и он в теме может быть не обязательно решение. спрашивая, потому что вы же бились-бились за это, я думала, что держите руку на пульсе прям буквально разрабатывал уже у нас Роман Александрович, другой зам, Вереснев. В принципе, Роман Александрович, я думаю, что как автор проекта, и он во все рабочие группы он их и вел и входил, естественно, и выступал перед комитетами. Андрей Николаевич успокоились по этому поводу. Вы уверены, что будет точно сто процентов принято вот это предложение? Или отчего вы отпустили вожжи? Есть определенная процедура, которая... Однако на прежних рабочих группах вы очень активно выступали, и даже вместе с Андреем Леонидовичем Усенко, секретарем общественной палаты предстоящей торгово-промышленной, ходили на эти комитеты, защищали, а сейчас как-то так подуспокоились. Уверенность возникла? Мы же, когда уходя, тот раз вам сказали, что мы еще пойдем на комитеты. И как раз вот на комитетах мы были. И комитеты сказали, Валерий Николаевич Шуров, как она так, без меня рабочая группа, я вообще все отменяю. Бюджетный тоже задумался, и тогда по-новой решили, что еще раз, еще раз рабочую группу, в которую включить еще больше представителей уже депутатов, депутатского корпуса, еще больше, значит, посчитать налоговое, посчитать управлению директору Роману, Бересневу Роману, Александру еще провести больше аналитической работы, поработать с перечнем предприятий, объектов, которые попадают туда. и там, можно сказать, что там с 90% уверенности, что там перечень сейчас известен, но и до САГСа Бранева обещали доработать. И поэтому еще были... А вы свою уверенность в принятии вот этих ставок на сколько процентов оцениваете? Я думаю, уже договорились. Я считаю, что уже договорились. Уже договорились. Уже договорились. 100% примут. Ну, потому что были поправки, которые еще глубже наши интересы учитывали, но депутаты решили их снять, потому что вроде бы действительно есть компромисс. То есть между тысячей и тремя тысячами 2000 компромисс. 16-й год 1% и не повышаем. Это тоже компромисс того, чтобы мы привыкли к этому налогу и дальше посмотрели, что дальше будет. Будут закрываться центры, не будут закрываться центры. Мы сейчас все решили, что гадаем на кофейной гуще. Значит, можно сказать, что Андрей Вавилов 100% уверен, что эти поправки будут приняты. Да вы мне за язык тянете. Конечно, естественно. Это не честно. Это какой формат у нас программы. Как вы относитесь к заявлению главы ВТБ Андрея Костина об бессмысленности кредитования малого бизнеса? Я все-таки позволю себе еще раз его процитировать. Мы здесь уже обсуждали этот вопрос, без вас как-то. Вы, конечно, тот человек, который должен Костину все сказать на это. Если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране, нет поля деятельности для них, то какой смысл их кредитовать? Это совершенно правильное заявление. Просто вы его слышите неправильно. Все, кто говорит, что это что-то плохо. А я вообще никак не комментировала. Вы говорите, вы уже пообсуждали и не только процентов. Я только процентовала. Подождите, вы сказали, что все обсудили и все кому не лень. Так вот, услышите, если есть предприятие, которое сегодня не востребовано, какой смысл заводить еще больше в долги? Кредит это что такое? Это проритовать и получить с него проценты. То есть, для банка, он как банкир сказал. То есть, если предприятие не работающее фактически, зачем ему кредит, который заведет его еще больше в долги? Но если малый бизнес на подъеме, где-то какой-то, конечно, его надо кредитовать. Он же не сказал обратное, что прочитайте еще раз внимательнее и задайте правильный вопрос. Вернее, сами себе ответить. Здесь обычная экономическая логика. Если предприятие не работает, малый бизнес не востребован, зачем его кредитовать? Только почему-то все подумали, что малый бизнес денег не хочет давать. Но это абсурд. Не надо котлеты к электрополиту. Но все правильно. Вы практически цитируете дальше. Есть потребление, есть спрос. Будут деньги. Нет потребления и спроса. Зачем дешево деньгами заливать экономику? Ну и где будет кредитоваться малый бизнес? Подождите. Малому бизнесу что, отказали в кредитах? Он сказал, что не надо... А это не к этому все идет? Нет. Нет. Он просто сказал, что нет смысла давать деньги, потому что если нет экономического оборота, экономического какого-то участия. Он ведь не сказал, что... Вообще-то он обобщил. И сказал в целом про малый бизнес. А не про отдельных его представителей, которые плохо работают. Малый бизнес деньги всегда найдет. Где? Да найдем мы деньги. Ну где? Поделитесь таким секретом. Так есть у нас куча программ. откажется давать малый бизнес, то как? У нас есть куча программ. У нас есть областной фонд поддержки малопредпринимательства, который до двух лет дает деньги. Сколько денег дает? У нас есть программа значит банк специальный, МСП банк, который распределяет через банки, до сих пор деньги стоят 13,25%. Если у тебя действительно есть программа, я сейчас не буду называть банки, иначе вы скажете, что я их рекламирую. У нас есть кировые банки, которые выдают малому бизнесу 13,25%. На сайте МСП банка есть операторы, которые работают с этой программой. Есть и предприниматель, вкладывают кредиты в основные средства, инвестиционные называются. А там отказать параметров... Среди операторов есть крупнейшие банки Российской Федерации? ВТБ, Сбербанк? Есть ВТБ, 24. А вот если ВТБ хорошо, 24, и откажется кредитовать, это будет большая потеря? Он не имеет права отказаться. Он на этом зарабатывает? Он бестолковый, что ли? Как не зарабатывает? Как не зарабатывает? Нет. Понятно, что у предпринимателя должны быть залоги. То есть там другие все параметры выдачи кредита они тоже должны быть. Хорошо. Зачем он такое заявление сделал? Да я не знаю, зачем он его сделал. Я ему в голове Не поставил ли он диагноз того, что малого бизнеса в России нет и строили, строили, ничего не построили? Не знаю. Он может по-другому мыслив. Но зачем он это сделал? Надо его спрашивать. Давайте его спросим. Давайте спросим. Не прямо сейчас у нас времени рекламы на это не хватит. Но если вы спросите, я с удовольствием потом это поставлю в эфир и процитирую. Сейчас две минуты реклама. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Андрей Вавилов. Знаю, что на прошлой неделе вы были на большом совещании и, я не знаю, это заседание, совещание, оперативное совещание с прокурорскими работниками. Возглавлял это совещание и вел Юрий Яковлевич Чайко, генеральный прокурор Российской Федерации. По какому поводу он вас собрал, о чем отчитывались или о чем спорили? Собрал по вопросу защиты малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. ВТБ отказывается, а прокуратура защищает. Ну, ладно. Это вам так кажется. Я читаю, что не какие акценты ставите. Окей. Чайки был доклад основанный на подаче Народного фронта, с подачей опоры России, с подачей деловой России, с подачей естественного института уполномоченного и Борис Юрьевич там тоже выступал. Титов. Титов, да. О состоянии отношений прокуратуры к малым бизнесам. Насколько как бы те заявления, что сегодня прокуратура защищает малый бизнес от других контрольно-отзорных органов, от муниципалитетов, когда есть там отношения не всегда правильно до конца выстроены. и когда сама прокуратура иногда значит делает какие-то непонятные проверки, еще что-то, которые вроде бы не входят в текущие ее полномочия. Были не очень приятные ситуации, когда из регионов прокуроры выходили на трибуны и что-то пытались в свое оправдание поговорить. поэтому очень интересное совещание, были даны поручения. А нашего прокурора Кировской области Николая Журкова вызывали на ковер? Нет, нет, его не вызывали, но поручения там у нас есть обращения были в народный фронт, что бизнес с малым бизнесом муниципалитет не вовремя рассчитывается в рамках 44-го закона. В Кировской области, да, то есть известна у нас проблема, то есть мы тоже занимались, и в рамках этих поручений у нас мы вот сейчас должны совместные мероприятия провести уполномоченные с прокурорами районными по выявлению еще более глубокого выявления таких фактов, то есть методом приглашения предпринимателей, которые имеют отношение с муниципалитетами, и все-таки их не допросить, а пристрастно спросить, а всегда ли с вами вовремя рассчитывались и довольны ли в такой жизнь, условно. И сегодня будут совещания? У нас не сегодня будет, я не могу за один день все районы объехать, просто мы сейчас составим график поездок и поедем все-таки уже туда, потому что я неделю назад съездил в Мутнинск, потому что недели, недели, полторы назад, но тогда вопроса такого не было. А второй вопрос был, что все-таки 159 закон по малой приватизации, не знаю как у нас, но в значимой части Российской Федерации до сих пор буксуют и муниципалитеты оказываются продавать помещения, муниципальные помещения, то есть были жалобы, они видимо тоже основаны на тех докладах, которые были озвучены, поэтому вот есть такие два поручения, так что муниципалитетам уже можно готовиться по 159 и по 44 и садить изъяны выполнения на местных уровнях. А господин Чайка когда попросил отчитаться, на какие сроки вы знаете? Я не знаю, я вот сегодня после обеда встречусь, так сказать, вот вообще вот эта форма, это федеральное законодательство и у нас на нашем региональном уровне Шишкин Александр Сергеевич или начальник отдела как-то как раз отвечает за соблюдение федерального законодательства на территории Кировской области. Мы с ним сегодня обязательно встретимся и составим план план работы. У нас во-первых есть такие обращения и по 44-му и 159-му мы еще раз посмотрим насколько они в правовом поле решим. И последний видимо вопрос, который мы с вами успеем сегодня разобрать вопрос касается доклада, который был представлен в среду 21 октября на заседании Столыпинского клуба. Президент его, как раз бизнес-амбулсмен Борис Титов представлял доклад экономики роста. Среди авторов советник президента Сергей Глазьев предлагают авторы альтернативы сложившейся в России псевдорынычной модели развития. Предлагают настоящую модель, которая позволит экономике расти на 10% в год. Мы с вами подробно сейчас эту программу разобрать не сможем, но естественно ярким штрихом этой программы является то, что члены Столыпинского клуба заявляют, что необходимо запустить печатный станок. Нужно перестать прятать деньги и как-то их куда-то аккумулировать, а нужно просто их напечатать. Как это делали Соединенные Штаты Америки. Вы согласны с тем, что нужно запустить печатный станок России? Я отодвину все свои регалии, должности, как бизнесмен согласен с тем, что нужно запустить печатный станок. Разумная инфляция в стране должна быть, иначе капитал не работает, иначе его легче мертвить, сложить в чулок, и он не будет работать. Поэтому разумная инфляция в стране должна быть. Неразумная, которая была в 90-х, гиперинфляция, это страшно. Страшно, это плохо, но с этим я совершенно солидарен, не буду сибирикаму делать, в общем, мы это обсуждаем, и часто даже с нашими местными предпринимателями, которые для меня являются авторитетами, экспертами, авторитетами, экспертами в экономике, мы часто встречаемся, обсуждаем, и вот не так давно мы, в общем-то, обсуждали, и мы к тому же мнению пришли. Поэтому это совершенно для меня объективное мнение, и уважаемых и Титова, и Глазачева, естественно, я его знаю давно, и в Столыпинских клубах у нас, и бывает там господин Зюганов Геннадий Андреевич, я как-то участвовал в заседании этого клуба, когда был в Москве. Совершенно правильное. Но при этом при запуске, то есть при наращивании денежной массы путем запуска печатного станка еще предлагается одновременно принять ударный пакет налоговых льгот, и на втором этапе снизить налог, налоговое бремя на бизнес с нынешних 49% до средней мировой практики 41%. При этом имеется в виду, что нужно сделать это за счет снижения страховых платежей налога на прибыль и одновременного повышения сборов с компанией добывающего сектора. Это тоже полностью вы полностью разделяете такое мнение? Ну мы все мы знаем, что на Западе акцент не на по налогообложению не на компаниях, а на физических лицах, поэтому компании должны работать. Все остальные должны платить. Поэтому поверьте, что вот те люди, которые там собираются, они являются достаточно имеющие большую аналитическую информацию, обработанную в голове, не только в голове. Поэтому я поддерживаю такую позицию. Вот если правительству кабинету Дмитрия Медведева представили эту альтернативную модель экономического развития, тем более, что мы уже не первый раз сегодня эти два имени Титов, Петведев в связке упоминаем, как Вы считаете, правительство присмотрится, способно присмотреться к этой модели и хоть что-то из нее взять? И имеет ли смысл брать часть этой модели или нужно принимать ее целиком? Я, к сожалению, не знаю, кто может включить станок, то есть это чья прерогатива? У кого кнопка? Центробанк у нас подчиняется кому? То есть государство государстве Мне кажется, одному человеку это только опасило. Ну, поверьте, что Выключить его или выключить? Государственная Дума тоже имеет свое мнение. Если это зависит от Государственной Думы, то возможно, что еще быстро все не срастется, потому что инерционность принятия решения... Вы воспринимаете Госдуму как барьер? Не то чтобы как барьер, но как консервативный элемент в стране, который может действительно условно наложить век Прогрессивный элемент у нас какой-то консервативный Малое предпринимательство прогрессивный элемент. Что думаете я кому-то отдадим? Малое предпринимательство это не власть. Ну, это уже неважно. Малый бизнес это тот, кто креативит в стране и тот, за счет чего в общем-то что-то появляется и в науке и так далее. То есть и в науке креативит и так далее. Мы будут там. Поэтому я думаю, что заявление таких политиков оно не может быть голословным. Я думаю, что прежде чем что-то заявляться что-то было проговорено. Что-то было обсуждено. Прежде чем по кабинету министров был представлен этот план нового мунического развития. Просто зная Бориса Юрьевича Китова лично там Он уже обсудил с правительством. Он чаще там в 100% что он никогда просто так ничего не будет говорить если это как-то не озвучено не провешено не получена какая-то поддержка. Потому что он пустых слов на ветер не бросает. Он бизнесмен. Можно ли тогда сказать что уже ощущается готовность правительства пойти на следующий Я не могу за правительство отвечать потому что Вы-то сами по ощущению Вы как человек как бизнесмен как бизнес-инвудсмен В экономике не хватает денег. Если их нельзя взять на западе как раньше тогда их надо печатать другого варианта нет иначе мы скоро все встанем. Как только запустится печатный станок это будет сигналом того что у нас меняется экономическая система. Да почему у нас она меняется экономическая система не может меняться за одну минуту. У нас будут меняться какие-то подходы каких-то в управлении инфляцией это же инфляция понимаем да в управлении еще чего-то американцы постоянно то запускают тот не отпускают европейцы то запускают то не запускают почему сидим все еще на этом станке не даем работать вопросы не ко мне вопросы не ко мне но мы учимся они-то к этому 300 лет шли к рынку а мы 20 лет пытаемся его строить мы учимся для нас вот проще сегодня просто если мы денег напечатаем мы через какие-то реальные проекты должны заводить их страну инвестиции через инфраструктуру их нельзя просто так раздать мы успеем сейчас обсудить этот вопрос сегодня это обсуждение в другую программу потому что время закончилось особого мнения напоминает что сегодня свое особое мнение высказывал уполномоченный по защите прав предпринимателей Кировской области Андрей Лавилов я Светлана Занько прощаюсь с вами до свидания до свидания